Сегодня, например, мир озабочен такими вопросами, как простудные заболевания, поднятие иммунитета, вирусы. И, конечно, даотские практики тоже имеют для этого определенный комплект упражнений, которые можно легко применить для того, чтобы сейчас не заболеть или восстановиться. Но давайте мы немножко поговорим об этом. Каким образом работает иммунная система? Иммунная система на 80% находится в слизистой оболочке тонкого кишечника. Там ткани вырабатывают антитела, которые разносятся к крови по телу. И мы сейчас затронули два органа – тонкий кишечник и сердце. Эти два органа позволяют нам иметь иммунную систему. Но в даотских практиках существует еще третий орган. Он называется перикард. Перикард – это управитель сердца. Перикард – это как защитная оболочка для сердца. Это как будто бы подушка или шуба. Если вы, например, вышли зимой на улицу, в шортах, в майке, это значит, вышли без перикард, без шубы. То есть этот орган отвечает за подогрев сердца, подогрев создания тепла. И проблема заключается в том, что он разрушается, точнее сказать, не работает из-за нарушения работы нервной системы. Нервная система повреждает работу перикарта. И, как мы видим, сегодня все находятся в состоянии стресса, нервов, все напряжены. Или в течение жизни у людей бывают какие-то стрессовые ситуации или страхи, там собаку испугались, еще что-то. Это все повреждает работу нервной системы и, соответственно, работу перикарта. И даотские мастера имеют комплекты упражнений, которые позволяют улучшить работу первого сердца, тонкого кишечника, они связаны между собой, как ини-янь, и восстановить работу перикард. Считайте, что внутри этого органа существует датчик, который отключается при стрессах. Нужно выполнить специальные маленькие короткие упражнения, буквально на 6-7 минут, и орган опять включается, и все опять начинает работать. Тонкие кишечники сердца завязаны, согласно даотской практике, на элементе огонь. То есть даотские практики рассматривают всю оздоровительную систему с точки зрения усинь. Это взаимодействие между органами по системе пяти элементов. И орган сердца и тонкий кишечник относятся к элементу огонь. Огонь может разрушить, в связи с тем, что перикард не работает, разрушить дыхательную систему, то есть работу легких. Поэтому у людей проблемы с дыхательными путями. И когда человек уже поврежден, у него, к примеру, пневмония или еще что-то связано с дыхательными проблемами, даже может быть рак легких, то для этого существуют тоже специальные упражнения, которые могут восстанавливать его уже поврежденного. Легкие относятся к элементу металл. И если металл поврежден, дыхательная система, то она повреждает элемент дерева. Это работа иммунной системы и печени. И если, к примеру, печень повреждена, иммунная система работает недостаточно хорошо, то она повреждает соответствующий следующий орган – земля, это селезенка и желудок. А этот орган повреждает уже работу кровеносной системы почек. И таким образом получился пятиконечный как бы замкнутый круг. Если таких кругов получится у человека семь, то человек умирает. То есть пять хороших стрессов, и у вас есть проблема. Что делают даосские техники? Македовские техники позволяют отпустить ум. То есть позволяют с помощью специальных техник, специальных упражнений, связанных с дыхательной системой, с медитациями. В медитации не нужно бояться. Это техники удержания внимания в каких-то зонах, местах, в каких-то состояниях. Благодаря этому позволяет наш ум успокоиться, чтобы он не суетился, не бегал, чтобы стрессовая ситуация, так сказать, была у вас под контролем. И благодаря этому человек включает вот эти все системы. И благодаря этому, так как перекат работает, это включается обогреватели внутренние, еще такое понятие есть – обогревателя. То есть наше тело чувствует себя хорошо. Когда мы чувствуем себя хорошо? Мы чувствуем себя хорошо тогда, когда нам тепло, уютно, светло. Если, например, нам холодно, мы замерзли, то мы себя чувствуем некомфортно, медленны. Как люди обычно восстанавливают тепло в теле? Они едут на юг отдыхать, загорают, отдыхают, расслабляются, после этого приезжают и уже заново начинают работать. Так вот, есть техники, упражнения, которые даосы придумали тысячелетиями, соединяя всякие практики и ища вот эти ключевые моменты в теле человека, когда мы можем не спеша, даже находясь там в Беларуси или на Севере, восстановить тепло внутренних органов и таким образом восстановить здоровье. Я попытался сейчас в двух словах объяснить, что ничего сложного нету. Всё уже проверено временем и практиками. И человек способен без всяких медикаментозных средств, без всяких каких-то препаратов, без каких-то приспособлений сам себя восстанавливать. Получается, как бы мы сам себе доктор.